На учебных полигонах центра установлены макеты различных объектов, отражающие полный цикл добычи и транспортировки нефти. В их числе станок, качалка, кустовая насосная станция и многое другое. Автоматизированная обучающая система позволяет в режиме реального времени отслеживать технологические процессы добычи и подготовки нефти и газа. Кроме этого, она синхронизирована с полигоном, поэтому мы можем производить здесь практические работы, а также квалификационные пробные работы и экзамены в конце обучения по рабочим профессиям. Благодаря созданным условиям учащиеся могут изучить действия каждого элемента без необходимости выезжать непосредственно на производство. Кроме того, в системе реализованы различные алгоритмы, имитирующие работу оборудования, включая показания манометров и технологические звуки. Находясь в аудитории имени Юрия Спиридонова, учащиеся словно окунаются в мир добычи и транспортировки нефти. Благодаря программному обеспечению можно изучить последовательность подготовки оборудования нефтегазовой скважины к работе, а также изучить действия персонала при ее эксплуатации и даже воспроизвести нештатные ситуации. Уже сегодня в Усинском учебном центре УГТУ благодаря новым технологиям обучают специалистов по различным нефтяным специальностям, в их числе операторы по добыче нефти и газа, по поддержанию пластового давления, линейный трубопроводчик, машинист и многие другие. В рамках рабочей поездки в Усинск учебный центр посетил вице-президент публичного акционерного общества «Лукойл» по управлению персоналом безопасности Анатолий Москаленко. По мнению специалистов, учебные площадки не заменят практики на производстве, но внесут большой вклад в развитие компании и профессиональной компетенции персонала. Этот полигон, я думаю, что это позволит практически нашим специалистам проходить здесь подготовку, переподготовку, практику, отработку тех нормативов, практически, которые нам сегодня диктует наша производство. Вот этот пример нашего взаимодействия, подготовки рабочих специалистов на базе Ухтинского горно-нефтяного колледжа, где также существует полигон, как здесь, в Усинске. Это, я считаю, пример для подражания другим и компаниям, и вузам. В этом году подобные учебные центры были открыты на базе Ухтинского горно-нефтяного колледжа УГТУ. Теперь и здесь учащиеся могут выполнять виртуальные лабораторные работы, изучать методические материалы и конструктивные особенности основного нефтепромыслового оборудования. Открытие учебных центров в Ухте и Ухтинске – это новая страница в истории взаимоотношений БАО «Лукойл», «Лукойл Коми», СУГТУ, поскольку на примере этого взаимодействия по популяризации рабочих специальностей, по популяризации инженерного образования, по развитию системы дополнительного профессионального образования в интересах компании «Лукойл» мы не словами о делом показываем реальный результат. Нельзя не отметить, что создание высокотехнологичных полигонов при поддержке нефтяника в Усинске и Ухте является образцом успешного сотрудничества в рамках государственно-частного партнерства в сфере подготовки кадров. Наталья Топорова, Денис Хузин, Алексей Серов, телерадиокомпания «Усинск» специально для регионов «Лукойла». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова